Субтитры сделал DimaTorzok Мне интересно спросить, у хризантем, как у некоторых достаточно редких цветов, сухая зима. Что это значит? Когда вы так вот, знаете, не глядя на покупаете растений, а потом сталкиваетесь с тем, что оказывается весной-то у меня хризантема-то и не вышла, и что делать? Все говорят, вымерзает. Я тоже так думала. Да ничего подобного. Вымокает зима сухая. Это значит теплица, либо это парник, который всю зиму будет стоять закрытым. Но что нужно сделать для того, чтобы хризантема хорошо перенесла зиму? Ну, говорит и показывает тетя Таня. Сегодня мы будем учить, как справиться с хризантемой и как она должна бедняга дожить до весны, чтобы мы ее не потеряли. Вот эта хризантема, это полушаровидная. Она корейская. И этой красавице надо, чтобы весной она обязательно сохранилась. Потому что вот этот купол, полушар, она будет нам образовывать всего два года, если мы не будем ее черенковать. Но если не будем, она превратится в обычную форму. Ну, это будет достаточно высокое, достаточно лохматое такое существо, которое не очень красиво. Хризантема зацветает. Посмотрите, сколько у нее бутонов. Просто невероятное количество. Это все будет покрыто цветами. Это шапка из цветов. Ну, как же ее сохранить? Чего это я с лопатой, да еще в теплице? А вот почему. Смотрите, для того, чтобы хризантема подобного рода, да и любые из них, любые, слышите меня, да, сохранились зимой, нам надо сделать им прикопку. Какую? Внимание. Это обязательно теплица или парник, как я уже сказала. Это обязательно непромокаемо сухая зима. Мы выкопаем сейчас такую глубины, эту лунку, чтобы туда вошел горшок. Если хотите, то вытащите из горшков своих, в которых они растут, или из земли, если они у вас так растут, и, пожалуйста, перенесите их вот сюда, в теплице. Ну, я делаю это в теплице и говорить буду о теплице. Значит, глубина должна быть такой, чтобы растению было очень комфортно. Чтобы весь горшок вошел туда без проблем. Да, вот непросто, миленькие мои. Это где-то будет больше, чем штык лопаты. Учитывая, что он имеет определенную форму, нам надо постараться. Ну, примерно вот так. А теперь, али, оп, и делаем вот так. Видите? Я ее развернула так, как она росла на улице, то есть к солнцу. Она сама повернулась к нему. И теперь надо засыпать все, что мы с вами откопали. Легче это сделать вот таким образом. Край земли туда сначала, чтобы облегал горшок, чтобы не было никакой пустоты, чтобы не было промерзания. Теперь вернем землю. Горшку ее достаточно много. Вот даже слишком много. Это же объем горшка. Но не торопитесь ее выносить из теплицы, вот эту лишнюю землю. Знаете почему? Вот еще в теплице будет очень и очень тепло. И она расцветет вся. Я сюда перенесу все 11 своих горшков. Но потом, потом вы приедете на дачу, когда наступят уже такие чувствительные холода, все будет в цвету. Вот знаете, сердце будет болеть, а вы возьмете ножницы и обрежете всю верхнюю часть. Обрежете прямо вот, оставляя пенечек там 2-3 сантиметра, не более. Ну, может быть 5. И постарайтесь засыпать ее так, чтобы и эти оставленные черенки тоже оказались в земле. Можете засыпать опилками, можете с землей, но только сухой. Здесь не должно быть влажно. Земля должна быть сухой. Не надо ничем прикрывать. То, что вы срежете вот эту верхнюю часть, вот это и уложите на свою уже обрезанную хризантему. То есть вот эти веточки на нее и уложите. Если вам кажется, что этого мало, привезите лапника. Укройте сверху еще лапником. Но присыпать сухой землей обязательно. Но уже в марте месяце вы приедете на дачу, это, как правило, первый раз, да, приедете на дачу. И первое, куда вы побежите, в теплицу с хризантемами. И вы должны посмотреть, как себя чувствуют растения. Солнышко уже очень яркое в марте. Ну, это середина марта, скорее всего, будет. И раскопайте чуть-чуть и посмотрите, и увидите росточки. Вот если будет сухая зима, то тогда она не пропадет. Вот не пропадет она. Здесь зимой, кстати, хорошо даже сохранилась Елизавета II. Я думала, что она погибнет. Нет, она не погибла. Она была умницей и молодец. Ну, кормить хризантему сейчас надо только фосфорными удобрениями. Либо вытяжкой из фосфора, либо жидкий фосфор, про который я вам говорила. Суперфосфат двойной растворяется в воде. Можете им поливать для того, чтобы она расцвелась. Потому что вот здесь были огурцы. И приходя в эту теплицу, ну, уже ничего не растет, только мусор лежит. Но когда вы будете заходить, вы увидите, какая прелесть. Вся теплица в цветах. Это же просто здорово, когда на улице уже и травы-то не будет. А вот они будут. Не забудьте срезать и укрыть вот все, что вы прикопали. Я надеюсь, что вы меня услышали. Пока. Всего доброго.